Вітаю вас, дорогие, шановные сябровки и сябруки! Вы глядите и слушаете исторично-авантурыстично-детективный сериал «Белорусский след». Это другий сезон, и мы рассказываем вам про наших славутых землячек-белорусок, которых по кручастой стяжины лесу раскидали по всей планете. Был таки запоминальный, особенно для женочей аудитории, сериал «Судовный век», где детальово и не без придумок наповедалось про жизнь у тем лику интимное великого турецкого султана Сулеймана. Натурально сериал был турецкий, тому особа султана Сулеймана Хана Хазрет Леры там выписанная выключена с плюсов и суцельного позитива. Але справа не в этом, справа уголовной героини, которая часом правдивая, часом не за всем – истории. А героиня – славянская полонянка Раксалана, цитова Александра, одиного меркования нема, которую, как бы теперь сказали, депортовали в Крым, а атуль – аж в Стамбул, в султанской горе. Раксалана Александра, можно сказать, сделала близкучую карьеру при дворе султана Сулеймана. Да что там близкучую, просто неверогодную для тех часов. В султанский палат она потрапила 15-ти годовый. Это была простая славянская девчина, которую взяли в полон под час набега. Безумовно нечто, что такое отмысловое у нее было, потому что далеко не все полонные славянские девчата трапляли аж в Стамбул и аж в султановый палат. Декдамож на речи слова нашей научной консультанции, супрацовнице исторического института с подареной Элизе Маневич. Безумовно, Раксалана и наш Александра выявилась вельми талиновитой у разных уты млику под дивановых, паласовых и гаремных гульнях. Поступово, а леупылнена, яна прибрала здоровью улюбенную каханку султана Махидыуран, бо сама зробилась улюбеной султановой каханкой, тубок женщины номер один у гаремии. Раксалана отримала новое турецкое имя – Хюрем. Это значит «веселая та, что приносит радость». Хюрем народжала султану в 1521 году сына Мехмеда. Прозгод дачку Мехримах, после родился Абдулла, позднее Селим, а в 1524 году – Баязид. Апошняга Джихангира Хюрем народила в 1531 году. Такая родливость так само допомогла ее замацаваться на вершинях турецкой улады. Одно за одним с дистанцией сходят особа, якая своим уплывом перешкаджали далейшему у заходженню Хюрем до заснеженных вершиньев. В 1534 году помирает мать султана, а в соковеку 36-го великий визир Ибрагим Паша, дарыче давний сябр и поплечник Сулеймана, был покаран смертью на загад своего былого хаврусника – тубок султана, дух шефа. В последней книге тех, кто ее перешкаджал, Хюрем досягнула того, чего дагету не досягал никто. Она официально сделала женкой Сулеймана. Хотя у Османской империи не было законов, який б заброняли султану працю с любом с рабиней, а дагету он такой никогда не практиковался. А значит, эта османская традиция была супер для этого. Как бы там ни было, вероятно, весельная церемония отбылась в червяне 1534 года, хотя эта подія сравнительно не узгадывается у османских крыницах. Султан Сулейман отмыслово для Хюрем засновал новый титул – хасыки. Безумовно, шматка госучасников непокоила и нервовала голова кружная карьера некой славянки, которая не только ухитрилась изробиться одной женкой и каханкой султана, но и всерьез вплывала на вселях лёсово-значальные султановые решения. Вы запытаетесь, до чего мы решили познакомить вас с историей Османской империи? Ну, по-первых, это просто пригожа. А по-другому, мы уверены, что Роксалана и наш Александр, и наш Хюрем, и наш хасыки Хюрем-Султан была белорусской. Есть ипотезы, что Роксалана походила из Украины, но вот вам необверженный доказ единого литвинско-белорусского походжения. Увага! Михалон Литвин, який был в середине 16-го года амбассадором Великого князя Литовского в Крымском ханстве, в своем творе 1548-1551 годов про норовые татаров, литвинов и московитов, при описании гандлю рабами узгадывая, что и улюбенная женка теперешнего турецкого императора, мати першонародженого сына и гонага, який будет керовать постаеву, выкрадена с земли нашей. Ну вось, какие тут еще потребуются доказы. Только белорусская могла здесь не таки цуд изменить традиции, старожитные традиции из вычжей Османской империи, бо белорусы здольны рабить цуды. И если вы опынетесь в Стамбуле, да если ласка подойдите под стены комплексу Хасыки Султан, альбодыха маму, что находится неподалеку от собора у Святой Софии, и в голос промоуте «ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ!» И кто-то, а может и несколько человек с людного на толпу вам откажет. ЖИВЕ! ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ!